По-вашему, что вы перевозите? Соль? Соль. Куда вы перевозите? Сюда скажу. Документы фальшивые. В мешках фосфор и калий, которые должны были оказаться на белорусских полях. Вместо этого фура полная минеральных удобрений направлялась в Россию. Чтобы остановить контрабанду, на трассе М-10 провели спецоперацию с участием УВД, ГАИ и ОМОН. Оказалось, что это хорошо отлаженная криминальная схема. Майор организовал заместитель директора фермерского хозяйства Антоновские яблоки в Калинковичском районе. Вот их база. Он вступил в преступный сговор с должностными лицами некоторых госпредприятий. Их имена в интересах следствия не разглашаются. Вместе они регулярно отгружали удобрения к себе на склады по подложным документам. Одним словом, воровали, а затем продавали. Каждые 3-5 дней формировались большегрузные машины, каждая по 30-40 тонн. И направлял за пределы Республики Беларусь в Российскую Федерацию. Где за наличный расчет реализовывали субъекты хозяйствования Российской Федерации. Суммы крутились очень немалые. И они имели колоссальный доход со своей незаконной предпринимательской деятельностью. Тем временем в хозяйствах Калинковичского района сообщили в райисполкоме. Дефицит минеральных удобрений слишком дорогое это удовольствие. На посевную недостает примерно тысячи тонн. Я думаю, что в дальнейшем нам надо будет еще подкормить растения азотом. Вынуждены минеральные удобрения заменяют органикой. Ведь только в этом хозяйстве около 4 тысяч гектаров площадей, которые нужно обработать. Арифметика простая. Тонна такого материала стоит приблизительно 250 рублей. На гектар нужно 200 килограммов. Итоговая сумма, если сделать все по-хозяйски, удобрение поля обойдется ферме в 200 тысяч белорусских рублей. Каждый килограмм удобрения на счету. Так как мы боремся за каждый килограмм удобрения. А если его не хватает, у нас идет большой недобор и урожай, и почва недополучает. И не идет в нужном количестве воспроизводство плодородия почвенного. Во время обысков на складах преступного фермерского хозяйства обнаружено и изъято более 100 тонн минеральных удобрений. Партию как раз готовили к отгрузке. Наложен арест на два грузовика и внедорожник. Ряд фигурантов уголовного дела задержан. Им грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Руководитель преступной группы скрылся и сейчас находится в розыске. Максим Ючерков, Владимир Пятенев. Наши новости. Гомельская область.